Держать подбородок, поднять глаза с пола. Воспитанникам спортшкол «Созвездия» и «Жемчужина Алтая» повезло. Не часто в Барнауле увидишь звезд такого масштаба. Известная гимнастка Любовь Барыкина приехала со своим проектом «Искусство в спорте», о котором уже знают в 12 странах мира. «Искусство в спорте» – это не только о гимнастике. Несколько дней девочки пробуют себя в живописи, цирковом искусстве, актерском мастерстве. Я знаю, насколько тяжко дается гимнасткам вся их работа в зале, и то, что у них очень мало времени для дополнительного развития в каких-либо еще сферах. Бывало и такое, что я в 12 часов заканчивала уроки, и, честно говоря, даже и не понимала, что я уже уроки делаю. Просто уже голова падала. И по некоторым предметам. Не потому, что мы такие глупенькие, у нас не было пятерок, а потому, что реально не хватало времени дочитать какой-либо предмет, какую-либо книжку. Среди гимнасток большинство – те, кто в спорте с трех лет. Они выбрали непростой путь, полный лишений и отказа от многих соблазнов. «Шесть дней в неделю, каждый день ты занимаешься по четыре часа?» «Да». «А на что остается еще время? Есть же школа, есть домашние задания?» «Ну вот на школу домашние задания, ну все в принципе». Хотя бы во время этого проекта, который длится пять дней, гимнастки могут перезагрузиться, пробудить в себе новые таланты. Например, Барыкина подключила к занятиям педагогов из цирка «Братьев Запашных» на занятия по живописи алтайских художников. «А что еще он рисуешь сейчас?» «Колобка. Все дрови, кто хотел съесть колобка». «Северное сияние» и «Северное сияние», и даже медведи. Сегодняшний вечер – финальная точка. Его завершат галоконцертом. А уже после Алтайского края Любовь Барыкина отправится со своим проектом в Германию и Сербию. Анастасия Бертенева, Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.